Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новое утро встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Меня зовут Александр Лупиненко. К нам на «Утренний огонек» сегодня заглянули гости. Давайте их встречать. Директор санатория «Ружанский» Владимир Иванович Корпечкин и начальник управления маркетинга санатория «Ружанский» Наталья Алексеевна Нашилова. Здравствуйте. Рад снова видеть вас у нас в студии. Ну, наконец-таки, лето стартовало, и не только календарное, но и погодное. Как лето встречают в «Ружанском»? «Ружанский» готов к началу летнего оздоровительного и сезона отдыха, и летнего оздоровления. Мы ждем наших гостей. Мы постоянно качественно меняемся, меняется наш санаторий в лучшую сторону. У нас постоянно из года в год появляются какие-то новшества. Развивается наша материально-техническая база. Ну, конечно, в этом году следует отметить, что этот летний сезон, он особенный. Почему? Потому что мы переживаем период пандемии коронавируса. Но, тем не менее, тем не менее, мы сумели подстроиться, адаптироваться к этой ситуации. Нашли себя в этой истории. Перестроили немножко санаторий таким образом, что стали заниматься в том числе и коронавирусной проблематикой. Помогаем людям восстанавливаться после этого заболевания. Поэтому мы вот так вот где-то немножечко как санаторий, немножечко как спа-отели, немножечко как медицинский реабилитационный центр встречаем сегодня наших гостей. Почему Ружанский? Почему не какой-то другой санаторий? Вот, вот, да. Если посмотреть на санаторий с высоты птичьего полета, мы видим архитектурный ансамбль, множество корпусов, маленьких, уютных, компактных. И все это соединено между собой стеклянными, удобными надземными переходами, что делает наш комплекс очень функциональным. Вместе с тем мы не видим типового санатория такого вот советских времен, большой какой-то коробочки. То есть мы, у нас санаторий, можем добиться того, что мы разъединяем потоки людей. Люди между собой не контактируют, следовательно, вероятность возникновения любого инфекционного процесса сводится к минимуму. Плюс мы разделили потоки отдыхающих. Мы их разделили как в процессе лечения, то есть люди так же не контактируют, так и в процессе питания, так и в процессе культурно-организационных мероприятий. Наши площади, наша вот архитектура санатория позволяет выдерживать вот эту социальную дистанцию. И, наверное, вот из-за того, что нам так повезло с таким вот строением нашего санатория, мы не закрывались во время пандемии коронавируса. По пяти направлениям идет у нас сегодня процесс реабилитации. Это заболевания желудочно-кишечного дракта, опорно-двигательного аппарата, гинекологические болезни, сердечно-сосудистые болезни. Ну и, конечно, то, что сегодня на злобу дня, это заболевания бронхолегочной системы. У нас практически, у нас есть все. У нас есть три галлокамеры. Одна с белорусской солигорской солью, другая с гималайской российской солью, третья янтарная. Янтарь из Прибалтики, янтарная комната, там же имеются солевые моменты. То есть эти галлокамеры, они незаменимы для лечения заболеваний легочной системы. У нас имеется очень такой крутой, красивый, функциональный, современный ингаляторий. У нас имеется очень мощный физиотерапевтический комплекс. Это различные физиотерапевтические аппараты прогревания, ультрафиолетовое облучение и массажисты. Работают два инструктора-методиста по физической реабилитации, комплекс дыхательной гимнастики. Работает врач ЛФК, работает врач-реабилитолог, работает врач-диетолог, что тоже имеет значение. И работает врач иглорефлекса-герудотерапевт. То есть сегодня мы для себя открыли, что немаловажную роль в лечении именно последствий коронавируса герудотерапия пиявки. Серьезно? Да, они разжижают кровь, тем самым способствуя тромболизису. А это одно из последствий коронавирусной инфекции. То есть герудотерапия сегодня просто работает и востребована как никогда. Вторым грозным осложнением по значимости является фиброз легких. Для этого у нас тоже разработан ряд методик на профилактику. Это и на борьбу с этим процессом. То есть есть у нас гипокситерапия, горный воздух. Инструктора, методисты по физической реабилитации предлагают ряд упражнений по дыхательной гимнастике. То есть мы вынуждены были трансформироваться для того, чтобы быть доступны и полезны нашим гражданам, на которых наш санаторий традиционно в большей степени ориентирован на белорусов. Расскажите, есть ли какое-то специализированное направление для детей на летних каникулах? Наш санаторий когда-то давно был детским реабилитационно-здоровительным учреждением. Потом выкупил у нас банк, вложил в нашу материально-техническую базу значительные средства, и мы развивались вот до того многопрофильного сегодня санатория семейного типа. Но мы сохранили все наработки работы с детьми, с детками, и уже начиная от двухлетнего возраста мы принимаем деток вместе с родителями. Вот сейчас летом мы будем принимать в составе организованных групп в летний детский лагерь. У нас две смены планируются для детей. У нас есть все, и мы детей в том числе принимаем на летнее оздоровление. При желании вот сегодня еще можно попасть в эти наши заезды. Отправляя санаторий, многие не только хотят оздоровиться, скажем так, стать здоровее физически и изнутри, но еще и внешне. Как ведется работа в этом направлении? Для женщин мы создали именно вот такой рай, где функционирует, косметолог работает, врач-гинеколог, врач-иглорефлексотерапевт, и там же находится салон красоты «Первая леди», где работает косметик, парикмахер, там можно сделать миникюр, педикюр. В общем-то, женщины, приезжая к нам, очень любят эту историю, они могут уделить внимание себе любимым и предстать перед всеми отдыхающими во всей красе. Хорошо. Какое место в косметологии занимает такое направление, как СПА? 20-й год – это год у нас СПА. То есть мы реконструируем и без того, на наш взгляд, весьма хороший наш водно-спортивный комплекс, но в этом году там появится ряд еще новых вещей, и уже появляются. То есть мы стали обладателем современного огромного тренажерного зала, практически в республике, не имеющего аналогов. У нас появилась янтарная сауна с малазийским массажем, со всеми нетрадиционными видами массажа, со столом терапии. То есть вся эта восточная медицина сконцентрирована вокруг этой янтарной комнаты. Там же у нас появится сегодня кабинет, где будет гидробайк, будет душ впечатлений, там можно будет летом вас обсыпать снегом, инием обдаст. То есть мы активно развиваем СПА-комплекс. С днем появится приват-сауна, на пляже появится замечательная баня на дровах, то есть она будет совершенно натуральная. Надо отметить, что у нас СПА-комплекс представлен целым комплексом бассейнов и бани. Это два детских бассейна в структуре детского аквапарка и два взрослых бассейна, большой и малый бассейн с комплексом саун и бань. То есть и турецкая баня, и русская баня, и белорусская баня. На любой вкус, с веником, без веника, мы можем удовлетворить любой запрос. Возникает вопрос, как же к вам добраться в санаторий Ружанский? Какие трассы, какие магистрали проходят рядом, чтобы не проехать мимо? Санаторий Ружанский имеет хорошую транспортную логистику. Мы находимся вблизи республиканских трасс, таких как М1 Москва-Брест. Рядом с нами находятся такие крупные железнодорожные узлы, как Баранович, Ивацевич и Слоним. Ну и следует отметить, что у нас в санатории имеется свой автопарк, в составе новый автопарк, в составе которого находятся легковые автомобили, микроавтобусы и большие автобусы. То есть в принципе не проблема забрать, хоть и с Гомеля мы приедем, заберем и привезем прямо в санаторий. Сколько сегодня стоит пребывание в санатории Ружанский и что входит в стоимость? Санаторий Ружанский проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Мы доступны для всех категорий граждан. Стоимость сотки на одного человека у нас начинается от 45 рублей, куда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, а также 5-6 процедур входит в эту стоимость. Также мы реализуем путевки на оздоровление, стоимость которых начинается от 34 рублей, куда входит также проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна и тренажерного зала. Медицинские услуги наши гости покупают по отдельному прескуранту. Проводим различные акции и скидки для наших отдыхающих. Это спа выходные в Ружанском, часто болеющий ребенок, дружная семья, групповые заезды. Очень большое внимание уделяем самой уязвимой категории наших граждан – это пожилые люди. Пенсионеры, ветераны, инвалиды и категории к ним приравнены. Для данной категории действует скидка 40%. Также у нас в санатории открыто такое направление, как реабилитация. Под него разработана путевка. Люди, приезжающие по программе реабилитации дыхательной системы, в данный момент действует скидка 30%, которая будет продолжаться до августа 2020 года. Что своим гостям предлагает в плане досуга санаторий Ружанский? Санаторий Ружанский уделяет очень большое внимание именно развлекательной программе для наших гостей. Это различные концерты. К нам приезжают столичные гости, звезды выступают. Это экскурсионная составляющая. У нас очень большая Брестская область. Здесь очень много различных интересных мест, куда можно съездить, посмотреть различные замки. Также организовываем различные гастро- и шоп-туры в другие города, такие крупные, как Брест, Гродно. Для детей у нас также есть детские комнаты, где мама, с ребенка приезжая, может оставить ребенка в детской комнате с воспитателем, сама пойти на процедуры. Работают культорганизаторы непосредственно с детской аудиторией. Есть аквапарк, есть различные игровые площадки. То есть будет весело и интересно и не только взрослым, но и детской аудитории. Пользуясь случаем, мы при всех гомельщан, жителей Гомельской области, приглашаем на отдых, оздоровление и реабилитацию в наш санаторий. Мы динамично развивающиеся современные учреждения. Мы сегодня, жизнь нас заставляет развиваться в таких направлениях, немножко сугубо медицинских. У нас растут из-за дня в день наши диагностические возможности. Ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика, функциональная диагностика. Поэтому приезжая к нам, вы можете не только оздоровиться, но и обследоваться. И просто хорошо отдохнуть. Спасибо вам огромное за то, что это утро вы встретили вместе с нами. Позвольте, пользуясь случаем, поздравить вас с наступающим днем медицинского работника. Пожелать вам профессиональных успехов и процветания в санаторио «Ружанский». Спасибо. Друзья, вас хочу поблагодарить за то, что это утро встречается вместе с нами на телеканале «Беларусь-4». Напомню, что в гостях у программы «Утренний фреш» сегодня были директор санатория «Ружанский» Владимир Иванович Карпечкин и начальник управления маркетинга санатория «Ружанский» Наталья Алексеевна Нашилова. Спасибо вам еще раз за этот утренний визит. И будем ждать вас в гости снова. Субтитры подогнал «Симон»!